из категории Марина Бондарь. Срыв захвата двумя руками, что запрещено правилами. Кшеваров получает шида. Поддавливает, поддавливает Долганов захватами, выигрывает захваты, четко контролирует захвата. Вазари, 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 прошел захват плотно и моментально без подготовки, плотно. Не удалось выйти на Саекоме, но он преследует, пытается перейти на болевой. Дальше Саекоме потерял плотный захват, но все равно не упускает инициативу, пытался перейти дальше на работу в партере. Посмотрим, вот сейчас интересно будет ли он удерживать свое преимущество. Все-таки преимущество большое, преимущество Вазари, преимущество Шида. Ну вот, или же будет уверенно заканчивать поединок, снова бросать. Захват проигрывает Кшеваров, да, 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 да. Юка. Сейчас Кшеваров пытался спастись, уйти от броска, отстанить оценку. Видно было, что рукой хотел ногу прихватить, но сейчас правилами запрещено прихватить. Все захваты ниже пояса и в атаке, и в защите, вот, и вынужден был этого не делать. Молодец, молодец, очень хорошо, уверенно ведет поединок. Игорь, очередная атака, можно уже белого и накатывать участника в белом кимоно, пропускает он, пропускает, не успевает. Кшеварову и Евгению делают замечание, это тренеру секундирующего Долганова, вот, не имеет права тренер подсказывать во время поединка, только в паузах между командами Хаджиме, Мате и Хаджиме. Вазари очень уверенно, очень ярко, я думаю, хороший настрой у него, он сэкономил силы, сэкономил время, силы и хороший настрой на утешительную борьбу, ему еще, следующая схватка, я думаю, что у него будет еще более серьезная. А вот его соперник, как раз таки, мы увидим через несколько секунд в поединке, таком же утешительном, где будет участвовать представитель. Сейчас давайте досмотрим объявление победителя. Итак, следующий поединок, следующий поединок, утешительный поединок, это на этой стадии спортсмен, представляющий город Москву, город Москва, Курначенков Алексей, и Заур Рамазанов, представляющий Уральский федеральный округ, Тюмень. Хочу отметить, что Рамазанов очень опытный, уже набор этот спортсмен, хоть он по возрасту еще, если я правильно помню, 97-го года, он успешно выступал уже на юношеских первенствах Европы, первенства мира, выигрывал, вот опытный спортсмен, титулованный в юношеском возрасте, никто не говорит, что никто не отдает ему заранее победы, ни в коем случае, я думаю, его соперник тоже, вряд ли, ему это интересно, его звание, в конкретном данном поединке, но все же. И вот победитель этого поединка будет бороться за, право бороться за третье место с Кашеваровым. Ну а хочу сказать, что после этого, после этой схватки нас, нам представят два самых интересных на, на сей момент поединка, это будут полуфинальные схватки. Сразу после этого, сразу после этих участников. Плотно в два захвата забирает Заур и Алексею ничего не остается делать, как уходить от захвата в партер. Да, за что он замедлительно получает предупреждение Шида, абсолютно справедливо. Алексей пытается бороться на взятии захвата, использовать то, что партнер тянется. А Заур четко подвязывает, забирает два захвата, в которых подавляет соперник. Немножко разная манера ведения поединка у них. Один на взятии в движении, другой пытается в двух захватах подавлять. Вот то, что мы сейчас и видим. Конечно, более, на мой взгляд, более правильно, более эффектно, более эффективно манера борьбы, которую навязывает Заур. Ну, вот увидим, как закончится этот поединок, как он будет развиваться. Два рукава. Опережает, 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 опережает. Хотя Заур был отличный захват. Два рукава. Можно было бросать со сведением. На секунду перестоял и пропустил атаку. Выровнял, выровнял поединок Алексей. Интересно. Вроде бы Заур подбирает два захвата, то, что ему нужно. Тут надо поплотнее, надо переставлять партнера, поудобнее начинать. Но стал выжидать, стал выжидать. Непонятно, немножко. Правильно, правильно. Все. И один не ведет никаких активных действий, и второй не делает. Заур чем-то возмущен. Ему кажется, что от того, что он выиграл захват, более удобный для него, ему кажется, партнер должен наказывать. Но вот немножко ему нервничать начинает. Это нехорошо. Надо соблюдо сохранять контроль над собой. Ой, как хорошо. Заур сделал ошибку и сделал атаку. И остался на коленях, чем незамедлительно пытался воспользоваться курносинкой. Ребят показывают, что они хорошо подготовлены технические, показывают то, что они разносторонние. Да-да-да, разная, разная манера, разная манера, абсолютно разная. Вот. И даже где-то сейчас уже Алексей перехватывает инициативу. Заур начинает нервничать. Начинает ему не нравится. Вот. Ну что поделать. Вот сейчас, вот сейчас выбрал, выбрал. И врача трудиться надо. Есть захват. Чего стоять? Смотрит на судью. Да, я это не совсем там. Есть захват, надо атаковать. Ну, видимо, он рассчитывает на предупреждение. Предупреждение. Пропускает, пропускает, пропускает. За счет инстинктов уходит Рамазанов. Вот. А технически, тактически он пропускает атаки. Надо сказать, что если Алексей в этом поединке попробовал много атак, разных атак, не пробиться и было, то Заур в данной конкретной схватке он при всем, при том, что имея большое преимущество на захватах, не создал ничего. Но вот он выигрывает. Он говорит, ох, и упал. И все-таки, все-таки. Это золотое правило. Тот, кто хочет, рано или поздно победит. Тот, кто ждет, он рано или поздно проиграет. Все-таки Заур ждал. И он пропустил. Абсолютно справедливо. На грани победы все время был Курначенков. Он хотел этого больше. Заур выжидал, Заур ждал. Он думал, что будет. Предполагал, что как-то может быть само собой. Вот, и, к сожалению, для него, конечно, так и получилось. Курначенков выходит в следующий круг. И с Кашеваром оспорит право участия за бронзовую медаль. Право борьбы за бронзовую медаль.